Добрый день. Да, здравствуйте. Вот историю вашу, расскажите, пожалуйста. Об этом должны знать все. Это не должно быть секретом. В октябре месяце 2018 года приобрел этот чудный аппарат HelloBee, вот этот чудный аппарат для своей матушки. Причиной покупки было то, что у нее диагностировали тромбоз глаза, стало ухудшаться зрение, то есть появилась такая пленка, которая, ну, на глазу, которую не давал ей, соответственно, хорошо видеть. После чего сделали ей там специальный укол для рассасывания вот этого тромба, но до этого уже она пользовалась, пила эту водичку. Значит, еще очень хотел сказать то, что тромбоз этот произошел из-за того, что она очень мало пила воды, вообще мало пила воды, практически там стакан в день, да, это очень плохо. И по итогам я вам могу сказать, что динамика сейчас у нее только положительная идет. Ей только один укол сделали, а у тебя курс там из 10 и более? А курс из 10 и более уколов, люди ежемесячно приезжают в клинику, тратят деньги, чтобы сделать этот укол. Ну, в нашем случае, слава богу, то, что без... 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 Без одного. Без одного укола, да. А какие еще, вот эти вот энергии больше стало, да? Да, ей вот 19 января исполнилось 60 лет, и у меня мама просто это... Летает. Она летает, она бодрее меня, я могу сказать, сам 100%. Сам я тоже эту водичку пью, я занимаюсь спортом, перед спортом обязательно выпиваю, ну, вот по две таких вот колбочки, да. И замечательно себя чувствую. Так что я очень рекомендую. Это не реклама, это чисто свой опыт передаю. Да, да, к нам часто приходят люди, я иногда прошу, а можете вы сказать, кто одну на камеру? Ну, не все хотят, понятное дело, могут или там желают. Но я всегда благодарен тем людям, которые делятся с нашими другими зрителями своим жизненным опытом. То есть то, что вот именно есть на практике, быль, что называется. Это быль, абсолютно. Да, и вам спасибо огромное, Юрий Андреевич, за эти замечательные продукты. Всего хорошего. Я эту ступку наполняю водой, делаю водород. Конечно, я там допускал, что оно поможет, да. Но у меня явного, никогда не было явного такого, чтобы мне вот 100% помогло. Сделал я эту воду, выпиваю, в 5 минут я слышу, у меня теплота здесь. Через 5 минут я одеваюсь, у меня приходит боль, которую я ностой, не мог никогда услугать. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке, через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус есть. 80 лет ей в этом году исполняю. Она мне говорит, я снял тебе сказать, ну, говорит, я давно-давно, так не... Если раньше один раз в столе сходил за 3 дней, вытечет каждый день. Ну, по-малому, так сказать, вот той, что... А, вот даже так. И по-большому, по-малому, это само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Ну, там, ест все подряд. Ест все подряд, и таблетки подряд, и так далее. И тем не менее, она ощутила сразу, да? Потрясающе, я сам удивился. Добрый день. Да, добрый день, приобретаю часто молочный шоколад. Да, по 10 штук. По 10 штук. По полкило. По полкило, да, да, да. Ну, так на месяц, чем так хватает. Ага. В принципе, вообще сладкоежка. Я сейчас сыроед, как бы, уже почти год перешил на это питание. Вот, спасибо Юрию Андреевичу за информацию. Да, ну, как вам на шоколад? Как в семье? Да, то есть в семье мама, бабушка, все. Только на этом, другого даже вообще уже нету. Просто уже и не могут. Ну, и зачем, да, если он вкусный? Да, да, то есть сочетание вкусного, приятного, полезного. Очень-очень важно, чтобы было полезно. Конечно. И, да, действительно, в последнее швейцарский был шоколад. Какого только не было. Я вообще считаю, что это, конечно, с детства. Это вот лучший шоколад, который я пробовал. Лучше всех импортных, даже дорогих качеств. Импортные, немецкие, швейцарские, там, какие там, голландские. Я был там в Малайзии, там, не там тоже какие-то плантации. Там супер какао натуральное. Но сочетание вкуса, качества только в пользу вас. Не сравнить, да? Не сравнить, конечно же. Благодарю. Скажите, а вот как насчет вот этих вот разных клубничных, апельсиновых и прочих? Вы же пробовали их, да? Да, конечно, здесь тоже хорошее сочетание. То есть клубника одна из самых лучших. Апельсиновый тоже очень хороший вариант. Ну, на мой взгляд, скажем так, на мой вкус. А вот я сейчас, вы первый раз, да, попробовали? Я вам дал вишню в шоколаде, новую нашу позицию. Что скажете про это? Ну, как, тает во рту. А вкус шоколада, как? Мягкая, да, вкус шоколада чувствуется. Мягкая. Ну, то есть, как бы, если сравнить с молочным, и вот тот, который попробовал, то здесь, конечно, потверже такое, там, погрызть немножко нужно. Там, как бы, сразу на языке дает результат. Поэтому, ну, хороший продукт, лучшие продукты. Благодарю вас. Вам спасибо. Вишню брали в шоколаде нашу? Да, ладно. И что скажете о вишне? Проглотила язык. А что вчера еще... А, вот это вот, где он там? Пикренные семечки в шоколаде съела сразу полпачки. Вчера взяли, да? Да. А, кстати, вот сейчас вы впервые попробовали апельсиновый и клубничный. И что, какие вам больше всего? И те, и те, и те, хорошие. Просто. Я вас люблю, поэтому к вам специально. Я вам благодарю, да. Ну, а каша и все, вот, сыроедные супы, все здесь. Сейчас ребята покажут, да. Субтитры сделал DimaTorzok